Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков, и это вторая часть презентации о лучшей игровой клавиатуре в мире. И в этой части презентации я расскажу вам о уникальном расположении переключателей. И почему именно такое уникальное расположение переключателей делает эту клавиатуру самой эффективной в игре и делает ее самой лучшей. Итак, а начнем мы с того, что я сначала включу свет, и мы приступим к разборке каждого расположения переключателей, всех нюансов и деталей. Поехали! Для того, чтобы нас не смущала подсветка, мы ее отключим и приступим к разбору расположения переключателей. Начнем с самого основного. А самое основное, это у нас, смотрите, ребята, это игровые кнопки. Мы, естественно, понимаем, что мы, когда играем в игру, используем определенную часть кнопок. Другую часть кнопок мы не используем. Если была бы у меня возможность создать клавиатуру более с компактной схемой, вот, то я бы вот эту вот часть кнопок, вот эту вот, вот эту вот часть, вообще бы не изготавливал. Я бы оставил вот такую вот клавиатуру. И это было лучше бы. Но так как у меня микросхема большая, я решил оставить эту часть кнопок. Вот. Вот. Но я даже эти часть кнопок не все сделал рабочими. Я оставил себе несколько кнопок, которыми я пользуюсь, остальные даже не стал припаивать, потому что просто я это не использую. В будущем я научусь создавать клавиатуры компактной, именно такого размера, который мне необходим. Ну, а сейчас я использую те материалы, которые есть. Итак, ну это было чуть отклонение от темы, а мы сейчас начнем с того, что будем разбирать именно расположение переключателей, которые используются в игре. Итак, для того, чтобы создать лучшую игровую клавиатуру, надо понимать, как должны быть расположены переключатели. И если вы захотите приобрести у меня видеоинструкцию, как создать лучшую игровую клавиатуру для себя, то вы уже будете знать, собственно, как располагать и как выставлять переключатели. И почему именно такое расположение переключателей делает клавиатуру максимально эффективной в игре. И она будет давать максимальный результат. Итак, приступим к тому, что я объясню, почему именно эта клавиатура является самой лучшей игровой клавиатурой. И все это из-за правильного расположения переключателей. Итак, начнем с того, что у нас всегда есть основная позиция пальцев. И эта основная позиция пальцев – это то, где стоят ваши 4 пальца и 5 палец на кнопках. Вот основная позиция пальцев. На мизинце кнопка J, на безымянном пальце кнопка U, на среднем пальце кнопка T и на указательном пальце кнопка R. Вот основная позиция пальца. Есть еще большой палец, он стоит на кнопке пробел. Но про большой палец и про эту часть мы поговорим позже. Итак, основная позиция – это вот. Вот основная позиция 4 пальцев. Мы все знаем, что в обычных игровых клавиатурах используется обычное горизонтальное расположение переключателей. И там есть большие минусы в том, что нам нужно перемещать пальцы для того, чтобы нажимать кнопки. И мы промахиваемся, мискликаем, нажимаем не те кнопки, либо не успеваем нажать. Вот. Соответственно, там в обычных раскладках клавиатур играть неудобно. Вот. Все из-за неправильного расположения переключателей. Здесь же, смотрите, идет уникальное расположение переключателей для каждого пальца. То есть, для каждого пальца каждая кнопка вот эта вот расположена на разной высоте, под разным наклоном. И, собственно, имеет разные позиции. И это нам дает то, что мы можем прожимать эти кнопки с максимальной скоростью, точностью и в большом количестве. То есть, мы можем много кнопок нажимать. Теперь я показываю, как это работает. Смотрите. Когда пальцы стоят в основном положении, нам, допустим, нужно нажать следующую кнопку. Допустим, кнопка F. Она у нас, кнопка F, стоит под наклоном. И для того, чтобы на мою нажать, нам не нужно высоко поднимать палец, передвигать руку и так далее. Мы просто берем и сворачиваем палец. То есть, берем и совершаем естественное скручивание, естественное скручивание кисти пальца. И она автоматически идет нажатие. То есть, хоп, нажали, хоп, нажали. Вот. Это максимально быстро. Не надо поднимать высоко палец. Просто идет резкое быстро нажатие. Хоп, нажали. Мгновенно. Кстати, когда я играю в доту, этой кнопкой очень легко добивать крипов. То есть, делать последний удар. То есть, очень легко делать последний удар, когда нажимаешь отменить текущее действие, и потом заново нажимаешь ударить. В общем, очень легко этой кнопкой динайить крипов. Потому что я могу очень быстро на нее нажимать. И так. И мгновенно. То же самое идет со другими пальцами. То есть, со средним пальцем мы, чтобы нажать эту кнопку, J, вот эту кнопку, просто совершаем микродвижение. То самое короткое движение. То есть, смотрите. В обычных клавиатурах, чтобы нажать другую кнопку, нам надо переставить палец. Это неудобно. Она там то проскальзывает, то скользит или так далее. В обычных раскладках. Здесь же палец, кнопка идет под наклоном. Она по-любому, палец в нее упирается, попадает. И мы по-любому нажимаем эту кнопку точно, без промахов и с максимальной скоростью и точностью. То есть, максимально быстро на нее нажимаем. То же самое идет с кнопкой J. Вот, так же она нажимается. То же самое идет с кнопкой H. Безымянный палец. Так же работает. Просто я поднимаю руку, и мне не совсем удобно нажимать. Я просто вам показываю. Просто хочу показать. Вот так это работает. И так далее. Идет то же самое кнопка V, B, N. Эти кнопки идут повыше, и тут нужно сделать небольшое приподнятие пальца. Легкое. Но это так же быстро и удобно. Вот в основной позиции раз я нажал вот эту кнопку B. То же самое с кнопкой со средним пальцем. Он в основной позиции я беру и нажимаю сюда. То есть, видите, я не совершаю каких-то движений кисти, чтобы нажать эту кнопку. Так же с безымянным пальцем я могу прожать эту кнопку очень быстро. Хоп. Ну, мне неудобно вам показывать, потому что я предподнимаю руку. Ну, вот так это работает. А когда рука в позиции, это работает вот так. Хоп, нажал. Хоп. То есть, понимаете, я совершаю все нажатия лишь одним движением пальцев, без движения кисти. Эти движения, эти нажатия естественны и очень комфортны, потому что идет естественное скручивание пальцев по своей траектории. Траектория скручивания пальцев. Именно поэтому у нас все кнопки, видите, все кнопки расположены на различной высоте и на различной глубине, потому что траектория скручивания указательного, среднего и безымянного пальца, она разная, и поэтому кнопки расположены по-разному. Так же идет с мизинцем. Ну, у мизинца идет одна кнопка задняя, да? Почему? Потому что здесь так эффективно. То есть, мы не можем здесь поставить две кнопки, потому что высота мизинца не позволяет нам это сделать. Именно здесь идет одна кнопка. Так должно быть. То есть, есть основная позиция мизинца J на кнопке J. И для того, чтобы нажать нам на эту кнопку, мы просто берем... Сейчас просто неудобно вам показать. Вот кнопка J. Просто берем и нажимаем. То есть, видите, все максимально эффективно и удобно. Не надо никуда двигать рукой, надо нажать на эту кнопку, раз нажали, раз нажали, раз нажали. То есть... Вот. Именно такое расположение переключателей делает клавиатуру максимально эффективной в игре. И делает ее самой лучшей. Вот. Дальше что мы смотрим? Мы рассмотрели вот эту часть переключателей. Почему кнопки должны расположены под наклоном. Теперь давайте я вам объясню, почему вот эти кнопки должны расположены под наклоном и имеют такую большую высоту. Все не случайно. Смотрите. Ну, передние кнопки и так понятно. Мы их быстро прожимаем. Вот. Один, два, три. Один, два, три. Эти кнопки мы быстро прожимаем. За то, что они находятся здесь, тоже двигать рукой не надо. Идет только легкое движение пальца. И мы прожимаем эти кнопки. Вот. Постараюсь вам показать вот так. То есть, видите, безымянный, средний, указательный. Но, благодаря правильной траектории расположения здесь переключателей, мы можем прожимать и вот эти кнопки. То есть, смотрите. Я вам просто показываю. То есть, я могу мизинцем прожать все кнопки. И не совершая движения кисти. То есть, смотрите, вот основная позиция. Не бизинцем, точнее, а указательным пальцем. То есть, видите, я совершаю все эти движения. Естественно, когда я прожимаю вот эту верхнюю кнопку средним пальцем, приходится немножко приподнимать просто саму вот эту немножко кисть. То есть, потому что она автоматически отрывается. Можно, конечно, нажать, но бывает чуть-чуть приподнимается. Но суть в том, что мы прожимаем все эти кнопки. Вот эту кнопку можно нажимать, ничего не отрывается кисть. Не кисть, а сама ладонь так вот не приподнимается. Кисть-то на самом деле не отрывается. Вот. Мы прожимаем все эти кнопки без движения кисти. То есть, видите. И что нам это дает? Это дает нам следующее. Смотрите, также ими с мизинцем. Вы видите, с мизинцем в основной позиции кнопки J. Мы можем нажимать на кнопку U. Очень эффективно и быстро. Мы можем назад нажимать, как я уже показывал. Вперед, назад. На L. Но на L уже нужно чуть-чуть подальше тянуться. На 0 уже тянемся, но неудобно нажимать. Уже тянемся. А для мизинца вот эти кнопки. J основная позиция. M задняя. U передняя. L передняя. K боковая. Вот так удобно нажимать. Можно так нажимать. Вот. Можно и нажимать. Удобно тоже. Мизинец удобно работает, дотягивается. Также можно B нажимать. Но B уже не совсем комфортно. Вот эту кнопку B не совсем комфортно. То есть, вы видите, как эффективно задействованы кнопки. И получается, что за какое-то мгновение, за какой-то игровой момент, мы можем прожимать большое количество кнопок очень быстро. то есть, клавиатуру я эту сделал недавно, но у меня до этого была другая игровая клавиатура, которую я тоже сам создал. И сейчас я уже в течение недели я привыкаю к клавиатуре, а к новой раскладке, к новой позиции, особенно когда это очень удобно, эффективно, ты очень быстро привыкаешь и начинаешь играть лучше. Я играю в основном в Доту, и клавиатуру я создавал для игры в Доту 2. Итак, и что происходит? Происходит то, что я начинаю все лучше и лучше отыгрывать, несмотря на то, что я не так давно начал играть в Доту. Еще к тому, что у меня были травмы, то есть, у меня была травма вот этой руки. Я сначала играл левой рукой на обычных клавиатурах, потом была травма. Я не смог его нажимать, потому что у меня мизинец вот так вот работает очень плохо. И мне пришлось переучиться. Мне пришлось мышку взять в левую руку и играть теперь мышкой левой рукой, а правой рукой начать играть на клавиатуре. Но это не страшно. За два месяца можно научиться даже мышкой играть над другой рукой. Вот, как это у меня произошло. Ну ладно, это опять я не туда отвлекся. Теперь перейдем к другому. А, еще забыл сказать, ребят, смотрите, помимо того, что мы можем прожимать основные игровые кнопки, которые максимально близко и эффективно расположены, мы также можем прожимать и другие кнопки, которые вот тоже рядом для указательного пальца. Кнопка С, она очень удобная. То есть, уже есть небольшое движение руки, да, но это тоже очень удобно и эффективно. Кнопка D, то есть вот, с основной позиции кнопку D нажимать, кнопка U и так далее. То есть, смотрите, как все работает. Мы кисти, этой кисти практически управляем всеми кнопками. Куда дотягиваются наши пальцы? Вот, давайте смотреть. Это мизинец, сюда. Дальше идет, можно безымянным пальцем нажимать на вот эти все кнопки. Он дотягивается. То есть, видите, я не отрываю кисть, я просто поворачиваю ладонь и могу прожать любую кнопку, любую кнопку из этих безымянных пальцев. Могу в среднем. То есть, я могу прожимать все кнопки и так далее. То есть, все эти кнопочки могу просто вот так вот вращая кистью. То же самое с этой стороны. Вот. Видите, я дотягиваюсь. Вот здесь, естественно, есть кнопка, которая неудобно расположена. Но, ребят, без ошибок не бывает. Вот. Кнопка A, она срезана наполовину. Вот. Ну, просто не все возможно сразу учесть. Вот. А так. Вот я дотягиваюсь до основных кнопок. Вот этих с алфавитных. Я все алфавитные захватываю указательным пальцем. Вот. Теперь давайте приступим к следующим кнопкам. Максимально эффективным. Это кнопки большого пальца. Это, ребят, самое то, что меня больше всего порадовало, когда я создавал вот эту клавиатуру. Потому что я создавал вот это, вот это вот уникальное овальное расположение кнопок по круговой траектории. Я это уже знал, как это будет чувствоваться и насколько это будет эффективно. Но когда я решил сделать вот такую кнопку, вот так вот нажимать, это было просто божественно, ребят. Потому что в прошлой моей игровой клавиатуре, которую я создавал, там было вот так расположение. Вот так нажимало, потом нажималось вот так. Ну, вот так вот. Нажимать, делать, совершать движение, ребят, совершать движение пальцем вот так вот вовнутрь, и вот здесь вот нажимать неудобно и неэффективно. Я осознал, что самое эффективное расположение и нажатие для большого пальца – это вот такое нажатие. Потому что это нажатие является естественным. У нас, естественно, палец так скручивается и сворачивается. Естественно, траектория. И именно поэтому я сделал эту кнопку вертикальной. То есть, я вам еще подробнее покажу. Вот, это вот такая вот вертикальная кнопка. Вот, именно это очень естественно и комфортно нажимать. То есть, я вот так нажимаю, вот так нажимаю. То есть, видите, это просто чудесно и максимально эффективно. Потому что я, играя в дата, бываешь, не успеваешь поражать ботинок, чтобы быстрее побежать, либо поражать стики. Вот. А теперь, вот, допустим, раз-раз, мгновенно. То есть, мгновенные нажатия идут. Дальше, разберем. Теперь следующее. Сколько кнопок у нас здесь задействовано игровых? Здесь у меня задействовано именно в игре 8 кнопок. Конечно, сейчас они не все кнопки используют. Даже вот эти не все используем. Здесь не все используем. Просто я пока еще настраиваю кнопки под игру Dota 2 и экспериментирую, где какую кнопку поставить, на какой скилл, на какой предмет и так далее. Просто экспериментирую, пока еще не все задействовал. Но задействовано, может быть, на большом пальце 8 игровых кнопок. Считаем. Первая, первая, вторая, третья кнопка Alt. То есть, смотрите, это кнопка, вторая кнопка, кнопка Alt. Alt я часто использую в Dota, потому что это нужная кнопка. То есть, я вот играю, зажал Alt, посмотрел там, где башни, где квадраты крипов, докуда башня смотрит и так далее. Ну, в общем, Alt я в Dota часто использую, поэтому она здесь расположена. Вот. Это кнопка пробел, это кнопка Enter, это кнопка стереть. Ну, в третьей части расскажу о раскладке, почему именно такая раскладка. Сейчас об этом пока не будем говорить. Итак, считаем количество кнопок, которые задействованы на большом пальце и почему их эффективно, удобно нажимать. Раз, два, три, четыре. Потом идет пять, таким, с небольшим движением. Пятая кнопка. Шестая кнопка. Седьмая кнопка. Движение вперед. Тоже очень удобное движение. Раз нажал, вот так вот, движение вперед. Седьмая кнопка. И восьмая кнопка. Движение чуть-чуть вперед и вбок. Эти восемь кнопок я в основном умудряюсь использовать в игре. Я уже экспериментировал. Эту кнопку нажимать удобно. Там, допустим, забрать курьеры или еще что-то там. Доставить предметы. Вот эту кнопку удобно тоже нажимать. Вот. Все эти кнопки удобно очень нажимать. Вот эти кнопки я в играх не использую. Это кнопка FN. Это кнопка F5. Control. Это кнопка Caps Lock. И это Windows. Эти кнопки я не использую. Но за счет чего так получается? Кажется, что кнопки стоят все вместе, но я не цепляю другие. Все дело в том, что эти кнопки я расположил на разной высоте. И это все выверено. Это кнопки самые высокие. Второй ряд кнопок идет пониже. И поэтому я, когда нажимаю кнопку, эту кнопку я нижнюю не цепляю, потому что она идет ниже по высоте. Также я никак не цепляю эти кнопки, потому что эти две кнопки, эти два ряда, они ниже, чем вот этот ряд. Поэтому все четко настроено, ребят. Четко настроено. Можно прожимать и играть. Вот. И далее. Смотрите, что получается. Так как видео уже затянулось, я его закончу и подведем итог. Для того, чтобы играть максимально эффективно в игре, нам необходимо нажимать большое количество кнопок с максимальной скоростью и точностью. И максимально быстро реагировать на ситуацию. И в игровом моменте нам необходимо успеть прожать все необходимые скиллы и все необходимые кнопки. А для этого необходимо, чтобы кнопки были расположены правильно и удобно и максимально эффективно. Именно в этой игровой клавиатуре они расположены так, как нужно. И на каждый палец, на каждый палец разная траектория, разная траектория, разная высота и так далее. И под мизинец и так далее. То есть мы каждым пальцем можем прожимать большое количество кнопок. Быстро, точно и эффективно. Именно поэтому это лучшее, что может быть на сегодняшний момент. И именно вы можете тоже себе создать такую игровую клавиатуру с помощью моей видеоинструкции. Для этого вы просто переходите по ссылке в описании под этим видео. Также можете написать мне в личку какие-то вопросы и так далее. Стоимость видеоинструкции небольшая. К тому же вы сможете создать данную клавиатуру еще лучше, чем у меня. Потому что когда я создавал эту клавиатуру, я совершил очень много ошибок. Я много экспериментировал, много совершил. Я загубил много переключателей, пока я ее создал. Но у меня все получилось, потому что я никогда не сдаюсь. Я сделал это, и вы сможете сделать еще лучше. Потому что вы посмотрите полностью видеокурс. Вы узнаете все эти ошибки, какие я совершил. И уже можете сделать ее, не повторяя моих ошибок. И сделать эту клавиатуру еще лучше для себя. Для себя, именно для того, чтобы играть и тащить в играх. Вот. Я же сейчас экспериментирую. И понимаю, что это не суперидеал. И в будущем я даже смогу создать еще лучше клавиатуру. Потому что сейчас я уже начал понимать, что есть амплитуда выпрямления и амплитуда быстрого движения пальца. Потому что, смотрите, есть одна ситуация, когда мы нажимаем кнопку не быстро, и палец движется по определенной траектории. А есть нажатие кнопки, когда мы прожимаем ее, как, знаете, как мгновенная реакция. Вот так вот, как мгновенная реакция. И это уже другая траектория движения. Я сейчас изучаю этот момент. Ну ладно, это я чуть отвлекся, это все в будущем. И это тоже буду учитывать, расставляя кнопки. Вот. Ну а сейчас я заканчиваю видео. Если вы хотите создать свою собственную лучшую игровую клавиатуру в мире, то просто переходите по ссылке в описании под видео и приобретайте мою инструкцию. В третьей части презентации я расскажу, почему у меня именно такая раскладка. Раскладка сильно не поменялась. Но она уникальная. Потому что тут у меня пробел, тут Enter, тут Backspace, тут Delete и так далее. Почему именно так все расположено? Почему здесь цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. Все это в третьей части видео. И почему именно раскладка тоже очень важна? Почему я F-ки все убрал сюда, они не нужны мне, да? Ну и так далее. Я в третьей части расскажу о преимуществе данной раскладки. Потому что с помощью данной раскладки, немножко скажу вам, я могу печатать одной рукой. Очень быстро. Ну все, на этом все. Это видео очень долго затянулось. Увидимся в третьей части, где я продолжу рассказывать о раскладке этой лучшей игровой клавиатуре.